Всем привет! В эфире Этнографика. Меня зовут Виталий Штыбин и сегодня мы стартуем цикл видеороликов, посвященных Черноморскому побережью. В этих выпусках мы поговорим о многонациональных поселках и городах Черноморского побережья, о том, как они образовались такие, об этой истории, об их многонациональном составе многокультурности. Казалось, далеко не все знают, что территория между Абхазией и Анапой заселена не только русскими и парой черкесских аулов, но и как минимум сотни, а то и более, национальностей разных. И появились они там как раз в 19 веке. Появились они после окончания Кавказской войны, после массового изгнания черкесского коренного адыгского населения. Годы не стерли пестроту многонациональных поселков, и поэтому будет интересно в нашем путешествии поговорить, подчеркнуть национальный колорит, национальные особенности разных мест. Ну и, естественно, поговорим об истории, топонимике и взаимосвязи прошлого, связанного с черкесской цивилизации и уже российской, скажем так, более поздно. Прежде чем начать наше путешествие, нам нужно сказать пару слов о наших стартовых точках, о том местности, про которые мы будем говорить. Старый отчет для нас будет все-таки 1864 год. Вот это невиданное разорением войной кавказской населения, большая часть которого здесь жила тысячелетиями, оно уходит, черкесское адыгское население, уходит сотнями тысяч в Турцию, в Османскую империю, в подчасти погибают очень многие и остаются на родине всего лишь небольшие, очень маленькие совсем группы этого населения, причем далеко не сразу они поселяются вокруг уже новых поселенцев. В свою очередь, после 1964 года, после этого изгнания, довольно такой, не длительный, но, наверное, определенный период несколько лет, это побережье фактически оказалось запущенным, забытым. Жизнь присутствует всего лишь в нескольких маленьких поселочках, то есть основные города это Анапа и Новороссийск, существовавшие тогда на побережье. Все остальное протяжение до Абхазии заселено всего лишь двенадцатью станицами Шапсукского батальона. В частности, это станица Геленджик, собственно, как будущий город Адербивка, рядом с Геленджиком, это Пшада, это Береговая, на ней это Креница, это Вуланская, сегодня это Архипаосиповка, это Дефановка, Джуба, сейчас Джуба, Небугская, Ольгинская, Новомихайловская, Велиминовская Топсия и Георгиевская, так, северная Топсия. Ну, в частности, это Шапсукский береговой батальон, это, собственно, те казаки, которые участвовали в финальных военных акциях Кавказской войны на Черноморском побережье и, в общем-то, там и остались поселены. Живут они при постах в этих станицах, с ними рядом отчасти поселяются еще добровольные переселенцы из восточных губерний Российской империи, которые относились к восточной Украине, так скажем. Жители станиц казачьих во многом оказались людьми, скажем так, отторгнутыми от тех станиц, в которых они жили на Кубани. Это люди, выбранные по жребию, которые оказались поселенцами в этих станицах. Ну, по жребию мы понимаем, кого выбирали. Тех, кто как-то не устраивал, скажем так, жителей станицы. Ну, может быть, вел себя как-то агрессивно, пьянствовал. Или просто вот он что-то не поделился со своими соседями, и вот они по жребию все собрались. Давайте проголосуем его на побережье. Выбора у них особо не было. К востоку от Абхазии до Абхазии. Станицы нет, но там проживают тоже казаки, но это уже казаки кубанского войска и солдаты. Те самые участники последних лет Кавказской войны, чем на Морском побережье. Солдаты живут в постах Высокогорье, в основном их задача, в общем-то, вылавливать последних партизан, из черкесов-адыгов, отправлять их в Турцию. Ну, потом быстро сменилась эта политика, их просто стали поселять солдатскими поселками. А на побережье в постах службу несут кубанские казаки, которые на несколько лет туда прикрепляются и вот сторожат, скажем так, как на линии раньше на Кубани, так и на побережье. Вот участки побережья с этими постами для того, чтобы контрабанды не было и для того, чтобы никто не мог вернуться из Испанской империи. На этом участке территории у нас присутствует один единственный город, Романовск, город в кавычках. Это Красная Поляна, да, современная. Да, хотели за него короб делать сразу почти город, обозвали его городом, но, по сути дела, это была пара шалашей в медвежьем углу фактически. Дороги толком не было, она быстро разрушилась. Да, военная, которую устроили быстро, так, в попыхах во время военных действий. Вот между всеми этими поселками затесались в первые годы несколько армянских и греческих поселений. В частности, это вот эти первые переселенцы из Османской империи, которые в тот же год, когда черкесы уходили, практически, ну, так вот как-то по омену попали сюда, но тогда еще не было полноценной кампании по заселению их, и поэтому как-то немножко нелегально они здесь оказались. Это поселок Тенгинка, там турецкие армяне жили, и Кабардинка, это греки. Они высадились в Геленджике, их там потрепали в этой бухте сильно, бросили, они там поголодали, их переместили в Кабардинку. Но об этом мы поговорим. Также немцы в Дагомысе, которые тоже так, откуда-то, так как, неожиданно достаточно там оказались без ведома властей, потом их тоже повеселили в нужные другие места. Между всеми этими вот поселениями еще располагались обширные владения помещиков разных и царские владения, которые чаще всего своими владельцами даже не посещались. То есть просто распределили землю, тяпнули удачные куски, выкупили царская семья себе вкусненького тяпнула, ну и как-то вот большая часть этих земель оказалась заброшенными, заросшими и никому не нужными. Здесь ряд помещиков и царская семья как-то использовали эти земли, ну потому что дорог не было, доступ сложный, и поэтому это было не столько интересно, то есть интересно было просто спекулировать на эту недвижимость. В совокупности населения Черноводского побережья в следующие практически 30 лет, с 64 по 94 годы, составляло от силы 5000 человек, и в этот период особо не увеличивалось. Почему так? Так, приток-то был, и приток был немалый, потому что следом в течение 30 лет сюда потянулись переселенцы со всей Российской империи. Это белорусы, украинцы, армяне, греки, немцы, эстонцы, молдаване, грузины, поляки, чехи, казаки-некрасовцы и много кого еще. Но проблема в том, что местный климат, особенно после запустения, он значительно и так был не очень хороший, еще и ухудшился. И постоянные лихорадки в этих зарослях, они приводили просто к массовым лихорадкам, холерам, массовым эпидемиям. Которые выкашивали иногда даже полностью поселенцев. То есть, 2-3 поколения вымирало, прежде чем окончательно какое-то постоянное население образовывалось, например, в поселке Лазаревск. Естественно, много умирало, а также просто от голода бывало в какие-то сложные годы. Тоска и пьянство многих задевало, потому что глушь, натуральная была глушь. В следующие 30 лет край дичает. Так произойдет, потому что им толком не будет пользоваться. Зарастет кустарником, наполнится хищниками. И причин тому много. Помимо отсутствия дорог, это было полное непонимание переселенцами способов введения хозяйства в местном горно-прибрежном климате. Не было ясных границ, из-за чего никто не решался полноценное хозяйство ввести, опасаясь того, что его просто заберут. Опять же, спекуляция, уже упомянутая чиновниками своей землей. То есть, вместо того, чтобы ее развивать, просто покупали и продавали дальше. Как актив такой. И люди пытались ввести хозяйство, как в степи, где они привыкли, особенно это касается казачества. Но степты, породы скота, они не выживали в этом климате, они часто болели, умирали. Немного другой цикл аграрный. Надо учитывать многое в климате, в изменении климата, в этой влажности. Которое, естественно, не как в степи, и если ты посадишь, допустим, зерно как в степи в какой-то определенный день, то оно может просто сгнить. Потому что пройдут опять дожди, и не зная этого, он таким образом испортит зерно. Выход был один, переучиваться у черкесов в хозяйстве. У черкесов толком не было вокруг уже в тот момент. Это первое. Второе, действовал стереотип, который во многом и сейчас даже присутствует на побережье у многих, и у казаков тоже. Что черкесы это такие хищники, грабители, которые никогда никакими хозяйствами не занимались, никакой у них культуры не было аграрной, вот только жили тем, что грабили всех. Ну, то есть такой варужско-колониальный стереотип, достаточно несоответствующий действительности. Опять же, черкесская культура вновь была садовой культурой, а сады были не в привилегии, скажем так, у степных жителей. При этом начальство знало прекрасно о том, что в прошлом, когда шла Кавказская война, когда там на побережье были посты военные, черкесы постоянно привозили продукты, им самим хватало, и они на продажу очень много привозили. То есть они знали, что действительно в этом климате можно получать нормальный хороший урожай. И когда им говорили эти поселенцы, что не получается, вот все гниет, все ничего не получается, то, естественно, это раздражало начальство. Но переучиваться было сложно непонятно как совершенно. Многие поселенцы, осознав тут ситуацию, пытались убежать обратно, ну, как в степь, в свои станицы вернуться на Кубань, там, допустим, в глубинку России, портились зерно специально его, ну, вот эти вот семена, да, они их прожаривали, скажем так, и садили прожаренные. Потом говорили, что вот не растет, надо вот нас вернуть обратно. Ну, начальство не велось на такие разговоры. Поэтому пришлось местным жителям переходить на несколько такой потребительский способ жизни. То есть искали в горах оставшиеся черкесские сады, собирали с них плоды, иногда просто вырубали нещадно эти деревья и отвозили их, ну, туда, да, за хребет в степь Кубань для обмена, да, на зерно. То есть чего не хватало на побережье зерна, а в степи фруктов, ну, это взаимно выгодный обмен постоянно был. Только, в основном, во многом за счет этого жили и за счет пайка государственного. Но пайок государственным достаточно быстро урезали, поэтому пришлось, конечно, выкручиваться. Постепенно поселившиеся на побережье греки и армяне из Турции, они, поскольку они были более знакомы с таким типом климата, они быстро приспособились. Но у них вторая фишка была, они предпочитали в своем хозяйстве использовать табак. То есть они табачные плантации разводили, табак продавали и этим жили. И табак этот требовал больших участков земли, он сильно высушивал почву и очень многие черкесские сады пострадали тогда, потому что врубались эти самые удобные участки садовые под вот эти плантации. Еще одна проблема была в том, что и помещики, и эти перселенцы из греков и армян пытались садить виноградники, которые не местные в пород, пытались какие-то эксперименты проводить с чуждыми этому климату, этой местности культурами, которые не привели ни к чему. То есть они ничего не вырастили, но заразу завезли, которая сопровождала эти сорта. Тоже очень сильно пострадал местный климат. И в итоге что мы имеем? Безлесные, потому что вырубались активно леса на обмен, на продажи, как единственный такой способ проживания. И расширялись из-за этого болотистые места, что приводило в свою очередь к еще большему расширению областей лихорадочных лихорадок. Только спустя 20 лет государство заботилось этой проблемой и стало запрещать бесконтрольную рубку лесов и истрепление дичи. Пришлось переучиваться. В аулы они вернулись к тому времени, через 20-30 лет спустя уже освоились последние оставшиеся черкесы-адыги, поселились в тех аулах, которые современные там существуют. И постепенно начали у них разные этнические группы, которые там поселились на побережье, переучиваться местному типу хозяйства, садоводству в том числе. Первыми были, конечно, эстонцы и немцы, которые достаточно быстро эту культуру освоили и у них были достаточно богатые такие хозяйства, очень красивые. Армяне и греки так или иначе тоже способствовали этому процессу и плюс с 1865 года активно на побережье приезжали российские агрономы, которые подробно изучали состояние дел на побережье. В том числе изучали остатки вот именно черкесских способов хозяйства, вот этих сорта изучали и в свою очередь они формировали рекомендации, которые первые 30 лет почти игнорировались всеми и простыми жителями и царскими вот именно плантаторами, которые владели там царскими угодьями. Но постепенно мнение стало меняться и вот к ним стали больше прислушиваться, к этим рекомендациям, стали осваивать черкесские сорта, например, садоводство. И что постепенно привело к появлению гибридных форм сортов, постепенному какой-то гармонизации, так скажем, общения местных вот этих новых поселенцев с местным климатом. И ситуация стала действительно улучшаться, особенно хорошо где-то к 1910 годам, так примерно. Ну и, конечно, очень большую роль сыграла постройка, во-первых, дороги, шоссе от Новороссийской в Сухум, потом постепенно сюда прибавилась еще и железная дорога. И, конечно же, запрет на конфискацию, запрет на перераспределение земель, вот эта вот проблема была, да, что не было точных земельных участков. Запретили спекулировать с землей, те, кто спекулировал или не пользовался землей, у них землю отобрали и грамотно распределили смежевание между теми жителями, которые там жили. Таким образом, они получили участки с конкретными границами и с гарантией того, что у них никто ее не заберет. То есть, люди начали развивать свои хозяйства. Так вот, начал преображаться этот край во всей своей многоконфессиональной и многонациональной красе. О следующих постах мы двинемся дальше по территории Черноморского побережья, от границ Абхазии на северо-запад, в сторону Анапы. И поговорим о каждом из этих поселков, которые нам встретятся более-менее крупных, о том, кто там живет и как они образовались. И, кстати, если вам понравилась эта футболочка, посмотрите внимательно, вот здесь вот ссылочка на инстаграм-канал замечательный, где можно ее заказать себе, мужские и женские размеры замечательные, с крутыми рисунками, связанными с Кавказом. А на этом все. Подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть свежие видео и получить информацию о них первыми. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями и до новых встреч в эфире. Всем пока!